Оправдываешь там терроризм? Нет. Оправдываешь терроризм? Нет. Ну, то есть, как бы, может быть, где-то его на телефон записывали, чтобы он именно лично сказал, что я оправдываю терроризм. То есть, он назвал вот этого анархиста, Жлобицкого, по-моему, да, в 18-м году. Год, кстати, прошел, его задержали через год только. А он тогда сделал эту запись как раз? Запись по-свежему, да, когда вот это была новость в тренде, или как это сказать, да, и в возбужденном состоянии, вот он обсуждал. Про репосты вот этому отдал. Смотри, вот такое вот случилось, представляешь, там. Я когда с подругами общалась, они говорят, да я вообще не знаю, что пишу в интернете там, что-то, говорят, ты врешь, что это самое, твоего сына, ты обманываешь. Я говорю, да я вообще не обманываю. Вы посмотрите в СМИ, посмотрите, почитайте, посмотрите, по какой стадии. 12 часов мне на работу, он позвонил, но ему дали право позвонить оттуда, из следственного комитета, он сказал, что меня задержали ФСБшники. Чуть-чуть его поколотили, микроавтобус сбросили, ну и повезли куда-то. Там, по-моему, свитером он натянули, или куртку на голову, чтобы он не видел, куда ехали. Ехали, по-моему, минут 30-40. Когда вывезли, еще колотили его. Синие спина, ноги, руки. У него же отобрали сразу телефончик и сказали, код какой, ну там, какой ввести. Он сказал, 2004, 2004, это день рождения, ой, день рождения, это год рождения его сына. Ну, чтобы не забыть ее, да, а он, ах ты, нацист еще у нас. А почему? 2004. Думает, почему? Да это день рождения Гитлера, 20 апреля, ну и какого там соответственного года. Я еще много сдала в библиотеку. То, что он ходил в воскресную школу, в храм ходил, в крестовский монастырь восстанавливал, а у него искали совершенно противоположные, да? Ну, экстремистскую литературу. Экстремистскую литературу. Вот это. У него же там была статья прошлая, оправдание нацизма за ролики, которые он опубликовал, ролики в прошлом деле, вот этого его вели. Совместный парад в 39-м году в Бресте был, но это исторический факт. И он этот ролик выложил, какая-то песня была еще, польская группа, какое-то правое крыло. В общем, по совокупности ему предъявили оправдание нацизма и разжигание розни еще по 282-й. Как бы он призывал какая-то социальная группа, русские, коммунисты, большевики, вот эти социальные группы были выделены, и он как бы к ним ненависть возбуждал, вот в этом плане. Работал, и он, вот если он, допустим, где-то уволился, он через два дня уже работал на другой работе. То есть он в момент устраивался на работу, но проходила неделя, мама говорит, я не могу, у меня, вот я работать не могу, у меня как потоком. Ты представляешь, я как потоком, я говорю, что, ну, я-то удивлялась, я говорю, в чем дело-то? Да ты не представляешь, как вот вообще ночами не спать, я ночами не сплю, это, говорит, пытка сном, то есть я вообще не сплю. Это мы пошли, это самое, с ним вместе пошли в революционный центр. Мне самое страшное, вот страшное, то, что вот у нас матик и гипертоник, то есть лекарства мы неестественно, без врача мы не можем передать, это самое, и у него ренит, то есть он и задыхается, он не может, да, и нос у него ренит хронический, то есть он без капель не может, то есть и то, и другое, как он там, мы не знаем. Продолжение следует...